всем привет добро пожаловать в мою оранжерею сегодня покажу свою новиночку наконец-то я приобрела себе новый цветок свою оранжерею давно я себя не баловала так как места уже маловато но не удержалась и еще и подписчики меня тут маленько задорили в общем купила я себе растение вот такой красавчиком это панданус очень красивые листья не смогла удержаться сейчас я покажу его поближе и расскажу вам очень интересную информацию панданус это довольно красивое растение смотрите какие у него красивые листья прям такие знаете могу сказать на ощупь очень приятные толстые такие кожистые но конечно здесь шипы есть если вот так вот гладить листочек то он как бы нормально а если против то вот эти вот конечно цепляются ну так как бы ничего такого страшного конечно нет это растение у нас из тропиков африки в общем тропическое растение панданус еще называют винтообразной пальмой из-за того что он закручивается спирали у него вырастают там воздушные корни они цепляются за грунт укореняются и смотрится конечно это очень интересно и красиво в природных условиях он цветет ежегодно но в квартире цветет крайне редко то есть ему нужно постараться создать условия для того чтобы он зацвел данный представитель мой это панданус вечер панданус очень неприхотливое растение и поэтому он очень широко используется каких-то дизайнах то есть и в ландшафтном дизайне используется ну конечно если позволяют погодные условия то очень хорошо смотрится высажены в грунте панданус и также в оранжерея больших комнатах я подметила что больших комнатах потому что для пандануса нужно много места он очень так видите как бы широко раскидывает листья и со временем когда макушка начинает расти он становится еще красивее как такой фонтан вот этих свисающих листьев очень конечно красиво смотрится панданус это теплолюбивая очень растение которое нежелательная температура чтобы опускалась до допустим плюс 15 это минимум то есть если ниже на плюс сквозняки для него это губительно температура а вообще он любитель когда его летом выносят либо на балкон на улицу но только его нужно оберегать от сквозняков представляю если такого вынести на улицу он мне кажется за сезон то вообще вырастет очень хорошо вот хочу показать вот у него видите уже закручивает здесь вы стволик на и вот корешочки такие уже воздушные появляются я уже говорила начале видео что когда вот эти корни большие стволик вытягивается и очень красиво смотрится экзотично могу сказать ну листья конечно вообще шикарную в общем красавчик вот такой появился в моей оранжереи панданус в природе растет по берегам водоемов где-то на склонах то есть светолюбив и поэтому ему нужно предоставить конечно место где-то вблизи у окна ну так как это тропическое растение конечно его можно опрыскивать иногда или устраивать ему теплый душ обязательно только теплый душ также как и полив теплой водой но чтобы вода допустим которая попадает в середину откуда до листочки у нас растут ее желательно оттуда либо как-то вытряхнуть или подсушить чтобы не было загнивание это примут обязательно нужно делать думаю что у моих подписчиков есть такое растение доме можете поделиться своим опытом по уходу за этим растением я буду очень рада я буду держать вас в курсе как растет у меня мой панданус буду показывать его видео обязательно пишите комментарии увидимся в следующем видео